Доброго времени суток у микрофона Данила Добро. Вы на канале Быстро ПК. В этом видео мы рассмотрим, что такое интернет и для чего он нужен. Для начала мы подключимся к интернету. Я буду подключаться к сети Wi-Fi. Как видите, я нажимаю левой кнопкой мыши по значку отсутствия интернета. У меня включена синяя плиточка Wi-Fi. Вы ее можете тоже включить, если она у вас выключена. Или если у вас включен режим самолета, то сначала нужно выключить его. После того, как мы это сделали, мы можем подключиться к Wi-Fi. Большинство Wi-Fi обычно запаролены, поэтому вам нужно знать пароль от Wi-Fi. Я же уже заранее ввел пароль от Wi-Fi, поэтому я просто подключился к Wi-Fi. Теперь мы заходим в браузер. То есть в обычный браузер. Он идет по умолчанию во всех Windows 10. 10 операционных системах в версиях Windows помладше. То есть в 8 или 7 тоже есть свой браузер. Ну, в общем, работать с ними аналогичным образом. В браузере есть поисковая строка. Скачаем LibreOffice. Это свободный офис, но бесплатный. Соответственно, вы его можете скачать и использовать вместо Microsoft Office. Потому что Microsoft Office по умолчанию платный. Даже в Windows 10 Pro он не идет в комплекте. Заходим на сайт LibreOffice. И тут нам предлагают скачать именно две версии. И мы можем перевести, так как сайт, как вы видите, на английском. С помощью нажатия правой кнопки мыши, что позволит нам открыть меню браузера и выбрать перевести. После перевода мы теперь можем прочитать спокойно на русском языке, что же там было написано. Таким образом, этот браузер довольно удобный. На удивление. Хотя, сначала я этот браузер недооценивал и считал его самым отсталым. Но на деле он, в общем-то, вполне удовлетворяет пользовательским потребностям. Так что достаточно хороший браузер. Насчет безопасности этого браузера есть, конечно, свои сомнения. Вы можете также скачать. И как в прошлом видео, все легко ставится. Открывается этот файлик, который вы скачали. И предлагается его установить. Ну а если вы вдруг сомневаетесь, что скачали нужное приложение и у вас есть сомнения, то используйте VirusTotal. Это онлайн-сканер, который позволяет сканировать файлы. Нажимаем. Обычно все файлы сохраняются в папку загрузки. И выбираем нужный скачанный файл, который вы только что скачали и хотите проверить на наличие вирусов. Так как под операционную систему Windows создают просто огромное количество вирусного ПО, которое при его преждевременном необнаружении сможет навредить вашему компьютеру, ухудшить его работу. Таким образом можно проверить любые программы, файлы, в том числе даже аудиофайлы. Потому что даже такие файлы, как текстовые аудио, тоже могут засунуть вирусы. Конечно, еще следует учесть, что в самой операционной системе Windows есть свой антивирусник. Но мы посмотрим, какие сейчас антивирусники популярные, которые считаются самые хорошие. Как мы видим, тут у нас Касперский, какой-то еще два антивирусника, которые я не знаю. Я лично использую антивирусник. Соответственно, если у вас стоит нормальный антивирусник, который сможет просканировать флешку и найти этот файлик еще до того, как он запустится или предотвратить его запуск, то вообще, в общем-то, будет все идеально. А скаченные приложения можно проверить через VirusTotal. Соответственно, на мой взгляд, Avera один из самых лучших антивирусов. Сейчас я его вам покажу. Но сначала мы все-таки зайдем в, например, диспетчер задач. Можно нажать на панельку левой кнопкой мыши. Выдвинется. Информация о выбирании диспетчера задач. Либо используем комбинацию. Ctrl плюс Shift и плюс Yes. Таким образом, в диспетчере задач можно посмотреть, как у вас стоит процессор, насколько он загружен, сколько у вас оперативной памяти. Это вам потом может помочь при подборе какой-нибудь программы. Если вдруг хотите скачать программу, поставить ее. Вы можете посмотреть системные требования и сравнить эти системные требования со своим компьютером. И если вдруг системные требования сильно выше, частота процессора там, как правило, пишется и количество оперативной памяти. Вот память это оперативная память, которая у меня, как видите, 16 гигабайт. В целом, конечно, как правило, даже если системным требованиям программы не соответствует, она будет просто медленнее работать, больше будет лагать. Соответственно, лучше, чтобы программа соответствовала системным требованиям. А вот это графический процессор GPU. У меня Vega 8 стоит. Это встроенная графика, она не очень мощная, но ее вполне хватает для повседневных задач и даже немножко для каких-то полупрофессиональных. Посмотрим, как искать в каком-нибудь другом браузере, в другом поисковике. Я открыл браузер Vivaldi. У него, как видите, есть всякие такие настроечки. Можно скрыть панель, показать, что довольно удобно. На мой взгляд, это один из самых удобных браузеров, который имеет какую-то и защиту и защищает от слежки в интернете. Так как каждый сайт хочет за вами следить. И тут мы тоже лично беру с Total. Он тоже находит уже в другом поисковике. У каждого поисковика немножко выдача ссылочек отличается на сайты. То есть, если вы будете искать через, например, я сейчас ищу в DuckDuckGo, есть Яндекс, есть Google, потом еще Google покажу. Вот. Но выдачи везде одинаковые, везде одни и те же сайты высвечиваются. Плюс-минус, примерно одинаковые. Поэтому выбор в пользу поисковика какого-то определенного у меня нет. Вот, как видите, Google нам подсказал все, и мы смогли быстро найти этот сайт. То есть, смотрите на подсказки, которые вылетают при вбивании текста. Потому что иногда Google или Яндекс подсказывает правильно, что вам нужно найти. Что довольно удобно. Следующее, что мы попробуем сделать, это вот поискать. Вот видите, он нам предлагает поисковик Яндекс. Прикольно, конечно. Хотелось бы увидеть на поисковике Google вначале, а не Яндекс. Ну, видимо, вот, другие поисковики он тут тоже показал, да, как Go, да, как Go, который был самый у нас первый. Вот Яндекс, смотрите-ка, он тут без рекламы. Даже удивительно. Также замечу, что надо в поисковик вбивать запрос поточнее. То есть, если вы будете вбивать только, там, допустим, вирус, вам высадится куча сайтов про вирусы. Если вы наберете VirusTotal, то будет именно VirusTotal и еще и другие сайты. Вот, поэтому нужно поточнее вбивать запросы. Теперь мы посмотрим, какие есть браузеры. Браузер это вот программа, в которую для посещения интернета, это самая основная программа. Это именно браузер на компьютере. Еще есть, конечно, всякие другие программы, которые используют интернет. Но браузер это самая основная и самая часто используемая для доступа в интернет и для использования каких-либо сайтов. Как мы видим, тут довольно много всяких браузеров написано. Вот. Но мы сейчас посмотрим еще топ браузеров, который будет нам более интересен. Мы напишем самый популярный браузер. Вот как мы видим Google Chrome. Google рекламирует Google Chrome браузер. Ну, конечно, это было вполне ожидаемо. Это их собственные разработки. А Google это одна из самых огромных компаний, которые существуют. Вот иногда бывают ошибки при запуске сайтов. Это тоже вполне нормально. Просто нужно нажать на стрелочку. Перезагрузить сверху. Иногда в каких-то случаях это помогает. Вот смотрите, у нас первый идет Google Chrome. Яндекс браузер. Яндекс браузер основан на Google Chrome. Но Google Chrome, как видите, у него есть минус в том, что он довольно требовательный к оперативной памяти. То есть он достаточно много поджирает, как и, соответственно, другие браузеры на основе Chrome. Но в Яндекс браузер все то же самое. Как и в Google Chrome добавлены свои дополнительные Яндексовские. Яндекс аккаунт добавлен. И, соответственно, это главное отличие. И, как видите, он тоже много потребляет на Zewoo. И вот он самый, по-моему, идеальный браузер, считается. Это Mozilla Firefox. Браузер для слабых ПК. Так что, если у вас ПК не супер дорогой, то, наверное, Firefox ваш выбор. Скорее всего. Opera. Браузер мне не очень нравится. Так что наш выбор, скорее всего, будет Firefox. Я его не использую. Но, по мне, он тоже вполне хороший браузер. Раньше я его использовал. Но мне больше понравился Evaldi, так как на нем побольше функционал. Но если вам нужен браузер попроще, то Firefox хороший выбор. Вот у меня браузер Evaldi. Показываю. Таким образом, можно искать какую-то информацию в интернете. И, например, YouTube. Это то, где мое видео сейчас выложено. Это сайт. Это сайт, где огромное количество видео выкладывают. Соответственно, я тут тоже выкладываю свои видео. Открою YouTube в превратном окне, чтобы показать, как выглядел бы сайт, если вы в нем не зарегистрированы. Нажимаю левой кнопкой мыши на «Войти». И здесь нам предлагается войти в Google аккаунт. Для того, чтобы войти в Google аккаунт, вам нужно иметь Google аккаунт. Обычно Google аккаунт создается при использовании Android устройства. Но мы рассмотрим, как создать Google аккаунт. Вот если вы вошли на YouTube. И вот берем, создаем. Для начала выбираем «Создать аккаунт». Выбираем для себя. Вбиваем имя, фамилию. Не обязательно вбивать свое имя, фамилию. Если вы хотите лучше вбить, на мой взгляд, псевдоним. Потому что хотя бы на фамилию. Потому что если вы будете вбивать свои реальные данные, то при взломе аккаунта и еще чего-нибудь, вам могут потом начать звонить мошенники. И говорить ваше имя, фамилию. Они будут угадывать. Потому что они будут совпадать с вашим реальным именем и фамилией. Лучше писать хотя бы где-нибудь псевдоним. Именно в интернете. Пока есть такая возможность. Пока нас не обязали использовать только паспортные данные. при входе в аккаунт. И при регистрации аккаунта. Как видим, мы создаем почту. Gmail почту. На нее вам будет потом приходить сообщение. Или вы можете через нее отправлять. Другим пользователям на почту. Какие-то сообщения. Вот видите, он нам все внизу подсказывает. Если мы что-то внизу неправильно вводим, он нам все подсказывает, что нужно исправить. Вот, потом мы введем пароль. Нам нужно придумывать пароль. Пароль должен содержать цифры и буквы. Потому что чем сложнее пароль, тем его будет сложнее подобрать. А именно таким способом иногда бывает взламывают аккаунты. Так что лучше использовать и буквы, и цифры. И периодически потом нужно будет менять этот пароль. Как видите, он нам подсказывает, какие есть доступные имена. Сам Google. Поэтому при регистрации каких-то проблем не должно возникнуть. Также можно нажать на галочку «Показать пароль». Когда вы его составили, чтобы убедиться, какую вы пароль туда поставили, и записать его куда-нибудь на листочке. Все-таки пароли лучше хранить на листочке, а не в браузере. Потому что, если вы только начинающий пользователь, и действительно боитесь, что ваши пароли могут увезти, то лучше всего их хранить на листочке. И каждый раз, когда вы заходите в аккаунт, вбивать все заново. Это, конечно, не так удобно. Поэтому большинство пользуются автосохранением пароля в браузере. Для безопасности можно сделать таким вот образом. Добавить парочку лишних цифр в пароль. Соответственно, если на ваш компьютер все-таки попадет вирус, который будет воровать пароли, злоумышленники получат пароль с лишними цифрами, и, соответственно, они его не смогут использовать. Например, добавить хотя бы 2-3 цифры, уже как бы, конечно, это как бы везет. Потому что, скорее всего, защита добавлением несколько цифр не самая надежная. Теперь нас просят ввести номер телефона. Это может быть, если у вас кнопочный телефон, вы можете просто ввести номер телефона, который там стоит свой. В общем, у вас должен быть доступ к этому телефону, к этому номеру, чтобы легко получить смс, подтверждение, и войти в аккаунт. То есть, создать аккаунт, а потом вы уже будете входить в аккаунт без подтверждения через смс. А в смс-ке обычно приходит пароль из цифр, либо из букв и цифр, которые нужно будет ввести. В общем, никаких сложностей не должно возникнуть. В конце концов, можно, если у вас возникли проблемы с регистрацией, набрать, как регистрироваться в Google и найти подходящую статью. Как видите, нам тут все показано, как регистрироваться. Создайте аккаунт Google, все, как мы делали. И, в общем-то, регистрация проходит всегда достаточно успешно. Иногда, конечно, бывают проблемы с почтовыми ящиками, когда вы привязываете какую-нибудь почту. Обычно Google почта подходит везде, потому что данная почта, она везде используется. Ее можно смело при регистрации каких-то других, других сервисах использовать. Тут я выяснил, что видео получается слишком длинным, поэтому на этом видео заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, также можете поделиться этим видео с друзьями, поставить лайк. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.